В книге «Деяния апостолов» что мы там находим? Вы найдете там Петра, еле держась на рогах, выходит из горницы, проходит мимо синагоги, где он проходил ежедневно, день за днем, на улице сидел хромой от рождения человек, и каждый день он отворачивал лицо свое в стыде, потому что не мог ничего сделать, как только бросить несколько монет ему в шапку. Теперь интересно, сколько хромых людей вы минули, проходя мимо их по улице. С желанием в своем сердце сделать что-либо большее, чем просто оказать немного симпатии. Это произойдет. Я сказал, это произойдет. Это произойдет. На этот раз Петру не нужно было отворачивать лицо свое с сожалением, но подошел прямо к хромому человеку и сказал, серебра и золота у меня нет. Я бы хотел дать тебе много денег, но у меня нет денег, но я отдам тебе то, что не купишь за деньги. Это не благословение на благословение, это не танцы и прыжки, это не беготня вдоль скамеек в церкви, но он сказал, у меня есть меча, он сказал, я был погружен, я был крещен, я получил духа безмеры. Он сказал, дай мне руки. Сказал, дай мне эти руки. Он сказал, дай мне эти руки. Он сказал, дай мне эти руки. Он взял его за руку и поднял его на ноги. Хромой человек подпрыгнул от радости, поднял на ноги синагогу, встревожил все собрание. Ты можешь сравнить с этим, если желаешь, как нам хочется сидеть хорошо и спокойно, без суеты. В церквях все должны быть лично и чинно, брат. Я не находил ничего в порядке, где Иисус служил, брат мой, и где служили ученики, они переворачивали те места вверх ногами и наизнанку. Разве не так? Многие из нас могут сделать это. Многие из нас могут сделать это. Немного потрясти вверх ногами и вывернуть наизнанку. Но помните, у Бога есть цель. У Бога есть цель. У Бога есть цель. Помните цель, ради которой Иисус пришел? 1 Иоанна 3,8. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Разрушить дела дьявола. Чудеса происходят не ради чудес, но чудеса происходят, чтобы показать, что Иисус Христос есть Господь. И Он пришел сюда, чтобы разрушить дела дьявола. Я не знаю, как насчет вас, но я знаю об этом еврейском проповеднике. Если бы я был пастором, я бы потратил больше времени, чтобы узнать, что делать, чтобы творить дела Божьи, вместо того, чтобы спланировать свое расписание по календарю на весь год, чтобы был гость-проповедник здесь и гость-проповедник там, музыкальная группа здесь, кинофильм там, чтобы все было здесь и чтобы все программы были в порядке. Вы скажете мне, почему мы тратим столько много времени на то, что производят минимальные результаты? Скажите, вы пастор или помощник пастора? Может быть, служить из церкви? Почему мы тратим так много времени, брат, внедряя то, что производит нам меньшее количество добра? Смотрите, что произошло с Петром. Одно настоящее чудо. Повернуло синагогу вверх ногами, вывернуло ее наизнанку, и слово распространилось на улице, брат, и весь город собрался на улице возле храма. Почему мы, брат, не тратите время? Это тот рыбак, который никогда не ходил в библейскую школу, никогда не посещал теологической семинарии, но у него был опыт. Он встал и говорил ко всему городу, пока Библия говорит в Деяниях 4.4. Что произошло? Пять тысяч человек. Я не знаю, где были женщины, я уверен, что они получили спасение. Но Библия говорит, пять тысяч человек не в прислужении Иисуса, но в прислужении простого рыбака. Пять тысяч человек стояли на улице и сказали, да, Петр, мы верим, Иисус есть Господь! Иисус есть Господь! Иисус есть Господь! Вы знаете, Петр не всегда был таким. Так же и Иоанн, потому что Петр и Иоанн стояли вместе при этом чуде. Многие из вас знают, что сделал Петр, когда Иисус был на допросе. Что сделали все ученики, когда Иисус уходил, чтобы помолиться? Где был Петр у креста? Убежал, испугался, засомневался, страхи, не только за свою жизнь, но потому что он не понимал, что происходило тогда. А где был Петр при воскресении? Где были все остальные ученики во время воскресения? Это был тот же самый человек, который стоял у ворот храма и поднял храмово. Он был тот же самый физический, но поверь, брат, он не был тем же самым человеком внутри. Что-то произошло с ним. Послушайте, я люблю вас. Послушайте, послушайте, что произошло с Петром, что произошло с остальными учениками, должно произойти и с вами. Они изменились от боязливых, сомневающихся, убегающих, прячущихся, избегающих, пугливых, бесхарактерных, трусливых, отрицающих учеников Иисуса, мужей, которые в конце отдали свою жизнь в залог. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ